Привет ребята, с вами Сойер и сегодня поговорим про собеседование. Это будет разговорное видео, не без воды, как вы понимаете, поэтому просто устраивайтесь поудобнее и давайте порассуждаем. Начну с того, что собеседование волнует многих, особенно тех, кто только ищет работу, свою первую работу и как-то хочет повысить свои шансы. Никому не хочется получать отказ, особенно если есть интересное место работы, с хорошей зарплатой и интересными задачами. И я считаю, что дать советы, которые помогут 100% устроиться на работу, невозможно. Есть советы из серии одеваться хорошо, чистить зубы, высыпаться, но это такие общие вещи, которые и так понятны. Но от какую-то специфику, которая прямо убьет любого работодателя на повал, очень сложно. Все дело в том, что каждое интервью уникальное и сильно зависит от того, кто его проводит. Ну, например, люди с высшим образованием очень часто любят теоретические вопросы. Люди, которые сделали себя сами и занимались программированием через практику и не получали вышки, они любят более практические вопросы. И опять же, это не правило просто наблюдений жизни. Вполне может быть, что и человек без вышки будет спрашивать теорию, а человек с вышкой спрашивает практику. Все зависит от человека. И подстроиться под всех людей невозможно. Единственное, что здесь возможно, это научиться спокойно относиться к провалам на интервью, и они случаются у всех. Например, я прекрасно знаю, что если я завтра пройду проходить 10 собеседований, то все 10 я не пройду, пройду, может быть, процентов 50 в лучшем случае. А может быть и все. То есть, сильно-сильно зависит от ситуации. Нельзя предсказать поведение работодателя. Поэтому нужно просто начать с того, что спокойно к этому относиться и думать, как повышать свои шансы. А повысить шансы все-таки можно. Нужно научиться готовиться к собеседованиям. И здесь нужно для этого понять логику рассуждения работодателя. Есть крупный бизнес, есть малый, есть средний. И у всех разные отношения к приему сотрудников. Как правило, в России малый и средний бизнес нанимает большую часть сотрудников. Ну и крупные компании, конечно, нанимают много людей, но у нас не так много крупных компаний. То есть, огромная часть людей задействованы в малом и среднем бизнесе. И, скорее всего, первая ваша работа тоже будет из этих ребят. И вот какая проблема у них? У них есть растущий бизнес, новые задачи, текущих ресурсов не хватает. Нужно нанять новых сотрудников. Новые сотрудники – это всегда такая головная боль, которую не хочется брать излишне. Поэтому есть огромное желание у работодателя взять с запасом сотрудника. То есть, у него есть текущие проблемы. И, казалось бы, собеседуешь с человеком, спрашиваешь, как он решает проблемы, которые у тебя есть сейчас. Если он их решает, берешь. Но завтра у тебя возникнут новые проблемы, увеличатся объемы. И на этого же сотрудника нужно будет навесить что-то новое. И вот хотелось бы понять в момент собеседования, готов человек к развитию? Готов он к тому, что завтра у него будут новые задачи? Готов ли он вообще заниматься саморазвитием? Возможно, вы берете человека, который уже выгорел, и текущие задачи он закрывает нормально, а новый уже будет просто не тянуть. Ну, естественно, так и бывает редко, но тем не менее, если пофантазировать. Поэтому работодатель хочет понять ваш потенциал. И вот, чтобы понять потенциал, придумывают разные совершенно задачки, пытаются смотреть на ваше мышление, давать практические задачи, смотреть, как вы рассуждаете. Но самое основное, что делают мелкие компании – это копируют. Они копируют поведение крупных компаний, таких как Google и Яндекс. Они просто смотрят, как принимают сотрудники в этих компаниях, какие они дают задачи, и пытаются им подражать. Не все, конечно же, далеко не все, но огромная часть людей находятся под общим мнением, что если компания успешна, если она смогла занять свое место под солнцем, то и поиск сотрудников у нее отлажен идеально. Ну и, собственно, подражание – это основной механизм развития человека. Все мы с детства подражаем сначала родителям, потом каким-то наиболее удачным сверстникам. И, естественно, в проведении собеседований без этого тоже никуда. Поэтому первое, что нужно сделать, готовить собеседование – это просто погуглить. Возможно, где-то уже всплывали вопросы, которые у этого работодателя были на собеседовании, если это какая-то крупная компания. Возможно, этот работодатель сам уже где-то засветил свои приоритеты, какие компании он считает лучшими. Ну или самый простой способ – взять то, что и так популярно. И вот на эту тему, кстати, есть замечательная книга «Карьера программиста». Она на английском называется «Cracking Recording Interview». В общем, вещь классная тем, что здесь 150 заданий, разобранных достаточно подробно. И здесь все пояснено на пальцах, что называется. Я брал эту книгу просто из-за задачек. Мне посмотрел, что больше половины книги – это задачки. Ну и тем не менее прочитал и ту часть, которая касается прохождения интервью. Здесь рассказываются и основные темы, которые любят спрашивать на интервью. Это структуры данных, шаблоны проектирования, графы, деревья, теория вероятностей. И в том объеме, который реально могут дать на собеседованиях. То есть не то, чтобы там лезут в какую-то глубину и пытаются вам рассказать именно все досконально. Нет, как раз тот объем, небольшой достаточно объем, который вам сильно поможет. Конечно, он, наверное, не поможет устроиться в Google или Microsoft, как здесь написано. Но вот в более мелкие российские компании, которые подражают этим гигантам, вполне себе. И здесь есть еще интересная вещь. Здесь рассказывается, как психологически себя настроить, что стоит говорить, чего не стоит. И почему это работает? Книга является бестселлером уже много лет. Я покупал ее в 2014 году, публикуется она, по-моему, с 2013 года. И я недавно был в книжном магазине, и там она стоит на полках. Ее покупают. В чем прелесть? Прелесть в том, что люди готовятся к собеседованиям, читая эту книгу. Потом они устраиваются на работу и через какое-то время сами проводят собеседование. И тоже возвращаются к этой книге. Поэтому взять вот эти все успешные бестселлеры, ну, например, вот эту карьеру программиста, прочитать, и вы уже покроете определенный процент работодателей, которые ориентируются на эти издания, когда принимают на работу. Почему ориентируются? Да потому что придумывать свои задания и каким-то образом делать выводы на основе собственных задачек, это всегда сложнее, чем скопировать у кого-то другого. Проще взять и сказать, а вот в Google так принимают, почему бы мне так не делать? Естественно, огромное количество информации просто гуглится, когда вы вбиваете в строчки, какие вопросы на интервью задаются по Java, по C, по конкретному языку. Ну и плюс, конечно, на собеседовании вас будут спрашивать по тому стеку, который написан в описании вакансии. То есть вообще на самом деле интервью, как правило, строится из трех таких глобальных частей, которые у всех присутствуют. Первый это расскажите о себе, что вы делали, покажите свой код, чтобы иметь представление о том, что вы из себя представляете. Второй момент это решите наши какие-то задачки, как раз те задачки, практические задачки, которые есть у работодателя. Вам даются, может быть, прямо из бизнес-процесса какие-то задачи и вы их решаете. Они могут быть очень простые и поэтому возникает третий этап, который проверяет вашу теоретическую подкованность и способность решать более сложные задачи. Вы можете никогда в своей практике не решать что-то сложное, но на собеседовании вас проверят, просто чтобы быть уверенным, что у вас есть вот этот запас, есть потенциал. И вот эта третья часть, она всегда головная боль, потому что человеку нужно придумать какие-то задания еще с изюминкой. Естественно, их проще взять из готовых источников. И вот к этой третьей части, как раз по подобным изданиям и можно подготовиться. В целом, если дать совершенно общий совет, который будет вам помогать, это нужно научиться ходить на интервью и не бояться на них ходить. То есть, в процессе прохождения многих интервью вы заметите то, что есть общие вещи. Да, вот есть вещи, которые спрашивают буквально половина всех работодателей. Эти вещи вы со временем просто запомните. Поэтому, если вы хотите успешно пройти интервью, нужно понять, что с первого раза может и не получиться и скорее всего не получится. По крайней мере, у меня с первого раза не удалось стартануть карьеру и первый работодатель, у которого в своей жизни я проходил интервью, мне отказал. Но, тем не менее, если вы пройдете несколько интервью, вы наработаете опыт. Далее, нужно почитать готовые рецепты, задачи, описание интервью у больших компаний. Даже взять вот эту книгу карьеру программиста, прочитать ее и просто запомнить. Далее, нужно обязательно смотреть на тот стек технологий, который описан в вакансии. И пройтись по нему. Если вы что-то не знаете, обязательно погуглите, посмотреть, какие по этому стеку задаются вопросы. Этого уже может и не написано быть в книгах, но в интернете, на форумах этого полно. Ну и третье. Обязательно нужно хорошенько выспаться перед собеседованием, расслабиться и не париться по поводу того, что вы можете не пройти это собеседование. Потому что нервозность и напряженность на собеседовании вам явно не помощник. Ну и в целом, подготовка к собеседованию эффективнее становится в процессе прохождения собеседования. Чем больше вы принимаете участие в разных собеседованиях, тем больше вы понимаете, что на самом деле в определенной степени очень много пересекающихся вопросов. И вот та часть уникальности, которая есть в любом собеседовании, зависит от человека. И во многих случаях достаточно понравиться человеку, достаточно произвести на него впечатление, чтобы повысить свои шансы на прохождение интервью. Ну а это был канал Сойер. Я рассказал свое представление о собеседованиях. Оно наверняка недостаточно подробное и конкретно. И вы в комментариях сможете добавить что-то свое. Спасибо. До свидания.